Привет, это видеогазета. Прямо сейчас мы находимся в очень странной локации, в какой-то другой культуре. Мы на третьем межрегиональном мультифандомном косплей-фестивале Hakori Tori. Но мы находимся на самом деле на фестивале с чуждой для нас культурой, ну для меня особенно. Это японская культура, аниме. Из этого я знаю только Пикачу, пока еще его не встретила, но встретим мы сегодня много и многих. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Тишкина. Вы организатор этого фестиваля, верно? Да. Расскажите, как он создавался, сколько он уже существует, есть ли успехи какие-то? Это наш третий фестиваль, да, у нас есть успехи. Мы много нового ввели в наш фестиваль. У нас есть Just Dance в этом году, которого не было. Также мы увеличили вообще, в принципе, геймзону. Вот, у нас появился сценарий в программе, то есть у нас ведущие подготовили такие мини-сценки, чтобы было намного интереснее. А лично вы смотрите аниме? Ну, я не смотрю его, наверное, уже лет шесть. А что произошло такого, что перестали смотреть? Ну, потому что я начала заниматься косплеем и образы, которые, например, есть в играх, в фильмах и мультфильмах совершенно обычных, те же самых диснеевских, они более красочные, интересные, то есть мне как-то больше нравится смотреть на них и, естественно, их создавать. Сегодня мы будем разыскивать и узнавать, кто эта девушка. Надеюсь, она пришла и с браслетом. Фоторобот. А вообще, дорогие мои друзья, это будка из сериала «Доктор Кто». Здравствуйте. 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 Расскажите, кто вы? Я Лолита Фермерша. То есть у вас сегодня будут экопродукты на распродаже, но не вижу. Ну, я перешла вот на такое. Скажите, вас внуки подсадили на аниме или вы сами фанатка? У меня дочь, внучка, я, все анимашники. Признавайтесь, сами шили костюмы? Нет, это моя дочь. И большинство, все, что здесь сделано, это тоже моя дочь делает. В Японию когда полетите? А как выиграем ВКС, так полетим. А что это такое? А это такой высший, как говорится, фестиваль. Вот, допустим, на таких вот дается несколько мест. Если завоюешь их, то уже ты можешь это, ехать. И последний вопрос. Я тут подругу потеряла. Не знаете, кто это, где найти? Ой, это что-то знакомое. Это Эльза, что ли? Может быть, я не знаю. Ну что, пацаны, аниме? Я не мог этого не сказать в нашем репортаже. Ну вырезайте, не вырезайте. Я не мог этого не сказать. Это главный мем, главный в интернете. Не, ну я не нашла свою подругу, но можно превратиться в анимешницу. Да, супер, Ксюш, супер. Привет, как вас зовут? Меня зовут Аня. Максим. Ребята, расскажите, вы смотрите аниме? Ну, я не особо фанат аниме, но я вот люблю, например, отдельное аниме Sailor Moon. А ты? Ну, да, смотрю. А можете рассказать ваше мнение, почему аниме популярно у нас в России? Ну, потому что там интересные, продуманные персонажи, очень детализированные образы. Ну, а ты косплеер, прям уже активно косплеешь персонажей, да? Да, я больше так по мультсериалам, не по аниме. Меня зовут Верука Соль, я из Калуги. И сейчас я в образе ведьмы пустоши. А это из какого мультфильма? Ходящий замок Хаулы, Хаяуми Идзаки. А вы любите аниме? Да, очень люблю. Много смотрите? Ну, меньше, чем хотелось бы, но много, в принципе, так, наверное, сериал в неделю получается. Небольшой. А то есть русские мультфильмы и советские, вы смотрите их меньше, чем аниме? У меня просто вырос ребенок, поэтому мы уже мало смотрим наши мультфильмы. А так мы пересмотрели с ней абсолютно все. И косплею я, и Карабаса-Барабаса, и мы Винни-Пуха. Так что наши русские мультфильмы для нас это тема открытая. Ну, вот это вот тоже интересно. То есть детские праздники, если что, к вам можно обращаться, да? Да. За косплеем. А было дело, да. Я работала котом-чеширом, да. Просто попросили, да, попредставлять кафе. И я вот работала, и на городском празднике было дело, да. Здравствуйте, как вас зовут? Аюми. Вы из Курска? Да. Ничего себе, долго добирались, прям в костюме сразу? Не, не сразу в костюме, тут переоделись. А так ехали, ну, около трех часов. Мы так краем уху услышали, что этот фестиваль дает какие-то места и возможности. Вот что он, действительно ли это так? Ну, я конкретно на этом фестивале впервые, но, наверное, да. А кого вы представляете? Персонаж Хана Йоко Изуми из аниме «Живая любовь». Здесь другая культура, здесь другие люди, их редко увидишь на улицах, но они все-таки у нас есть в городе. Прямо сейчас Ксюша сделала сториз в наш инстаграм. Ты еще не подписан на наш инстаграм? Да. Подпишись прямо сейчас. Два, один. Ну, во-первых, я никогда не была в Японии. И я боюсь одна здесь ходить. Я боюсь заблудиться. Теперь это наше фасилити. Ясно? Ребят, привет. Вы сегодня охраняете правопорядок. Здесь у вас такие интересные костюмы. Вообще, кто вы? Мы представители домашней гвардии от города Орла. А как это относится к аниме, косплеям? Если уж на то пошло, то в Москве изначально появилась организация Not Employed in Battled Team, сокращенно НИД. В Орле есть свое, в России есть свое отделение, и по всей России есть несколько филиалов. Сколько людей везли сердечным приступом, глядя на вас сегодня? Сегодня пока что никого. На удивление. Скажите, вот честно вопрос, сколько стоит костюм? Смотря сколько... Смотря что вы хотите. Да. Костюм стоит, допустим, как минимум тысяч восемь. От восьми и больше. Самый лучший костюм это у вас, наверное? Ну, нас многие косплееры не признают, потому что считают, что купить эту снарягу очень легко, хотя по факту ходить в ней довольно долго, это дорогого стоит, потому что очень сильно устаешь, очень жарко, порой бывает, благо сегодня погода позволяет ходить спокойно на улице. Мероприятие в самом разгаре. Оно проходит в Орловском городском центре культуры. Какой культуры? Наверное, японской. Мы уходим в самый пик, наверное, всего мероприятия, но мы уже увидели все, что хотели. Меня порадовало то, что я увидела не только анимешников, но и, например, Марио, мультик, Зверополис. Просто мы поняли, что косплей это не обязательно аниме, косплей это может быть что угодно, и даже Евгений Базаров, например, из Тургенева. На таком косплее мы уже бывали. Мы заканчиваем этот японский выпуск видеогазеты. Ставьте нам большой палец, у меня там пальцев нет. Ставьте нам кнопку «Мне нравится», «Аригато», подписывайтесь на наш паблик «Аригато», «Арел Таймс» «Аригато», «До свидания». Ксюша, всего хорошего тебе. Это я не знаю, как «До свидания» на японском. «Аригато». «Аригато».